здравствуйте хочу вам показать орхидейку труженицу она цветет еще с 22 января это была моя подруга именинница я ей подарила и посмотрите как она ее радует каждый день своими цветочками она уже начала цветать но я хочу вам показать в каком она состоянии вот посмотрите растущие листочки вот листочек свеженький вырос растущий он молоденький как быстро корневую покажу вам посмотрите какие корни сказка она даже не не чувствует что она с магазина приехала как будто бы она здесь рождена постоянно растет и цветет и радует свою хозяйку это цветение необычное вообще орхидейка труженица настолько что не могу передать но уже отцветает поэтому решила снять ее цветение но очень было красиво она нежно-розовая и серединка язычок вот этот беленький был такая красивая сказочная она стояла на восточном окне полив был методом пролива и в тарелочке оставалась все время вода она вот корешочки пускает свеженькие и листочки продолжают расти все у нее в порядке будем надеяться что она скоро пустит свой цветоносик новый и порадует нас своим цветением дальше дальнейшем сегодня у меня очень экстренный выпуск неожиданный я была у своей подруги и у нее резко начала пропадать орхидея которая снимала две недели назад она мне звонит говорит отпал листик ну ничего страшного листик отпал ничего там страшного это нормально говорю все естественно а сама что я не видел орхидея отпал еще один отпал третий отпал четвертый и так один за другим начали отпадать те листочки она в шоке просит спаси меня орхидею хоть как-нибудь да такой цвет красивый это ей был подарен орхидея на день рождения она ее сильно полюбила ну сейчас приступим посмотрим что с ней случилось вот эти отпавшие листики снять чешуйки посмотреть что то тут все черное мокрое кстати начинать нужно всегда с корней корни у нее я смотрю первый взгляд корни даже ничего живые хорошие растущие незакукленные немного передвинула камеру потому что мне ничего не видно она мне с кулечком так свою орхидейку отдала фалинопсис фиолетовый с белым язычком я вам начальную заставку поставила хотела хотела снять немножко другое видео но так как все произошло неожиданно пришлось снимать это видео итак посмотрите какие замечательные у этой орхидеи корни они у нее вообще не пропадали из-за чего это произошло я сама не понимаю я за ней не ухаживала я не знаю что могло случиться с этой орхидейкой но видимо видите какой-то грибок красный вот ну цветонос начал засыхать ну что ж теперь сделаешь а так как резко начали отпадать листочки это уже другое дело что с ней можно сделать самым первым делом я отрежу этот цветонос он отсох и в грибке я его обрежу под самое не хочу еще такой зелененький но уже отсох видите какой у него налет аж с розовинкой какой-то какая-то инфекция попалась еще такой модно навороченный грибок нарастает прям сильно посмотрите если кто знает что это напишите мне потому что я с таким сталкиваюсь первый раз сколько лет я занимаюсь орхидеями вот такого вот чудо я не видела чтобы так сильно наросло затем сам стволик смотрите что я сняла верхние чешуйки от тех листочков которые отпали вот оно мокнущее неудобно вот тоже мокнущее эти весь грибок ну что сделать так отделим его от самого от корней потому что вот эта вот часть пропадает а хотя не отделим знаете что я сделаю я сделаю другое сейчас я это все вот так зачищу чешуйки вот эти все сниму это будет самый правильный вариант если кто хочет повторить за мной сначала посмотрите что у меня получилось а потом повторяйте я буду показывать все подробно вот потому что корни замечательные это растение нужно спасать ну от грибка от грибка можно избавиться любыми путями главное чтобы он поддался лечению это растение это я пока обрезаю ненужные корешочки на стволике стволик надо обязательно зачистить так уберу небольшой слой коры ой забыла вам сказать не хотела пересаживать но надо пересадить экстренно сейчас я выму это орхидейку из горшочка и покажу вам для чего ее срочно нужно пересадить от этого тоже могло быть случится эта неприятность корешочки уже вылезли из горшочка как его вытащить ну так обрежем мощная корневая система такая горшок полностью забитый корнями как такое сильное растение могло испортится я прям не понимаю ухаживал человек правильно все было хорошо стояло на восточном окне я приходила смотрела все нормально и вдруг такая ситуация посмотрим корневую легонечко уберем все нам нужно посмотреть чтобы не было торфяного стаканчика он как всегда есть присутствует в этом вот посмотрите пожалуйста вот видите вот из-за этого мокнущего торфяного стаканчика вот эти все беды его нужно срочно убрать она его не пересадила эту орхидейку и тоже этим немного повредила хотя корень сильный надо убрать его видите что случается с орхидейками которые на первый взгляд очень сильные мощные красивые крепкие а из-за этого торфяного стаканчика со временем происходят такие неприятности внутри корни вот белесые они не получают достаточно количество света и зеленые они никогда не станут я потихоньку убираю эту губку она постоянно мокрая а нам это не надо видите корневая тоже начала подогнивать полностью если это не зачистить ничего то с этой орхидейкой толку не будет она постепенно будет стоять 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 и придет непригодность сначала она вот как сейчас становилась пеньком а затем постепенно постепенно и умрет ну этого можно избежать путем пересадки я всегда всем советую первым делом пожалуйста убирайте эти стаканчики обрезайте вот это гниющее все не бойтесь она нарастит другое корешочки нарастут главное чтобы она не пропала полностью сейчас мы экстренно спасаем орхидеечку моей хорошей знакомой вот корневая шеечка полностью начала гнить и снизу пошло 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 кверху и листики начала сбрасывать видите сколько гнило можно можно конечно вот так обрезать и наращивать заново корневую но здесь мощная корневая система как можно эту корневую систему обрезать уничтожить сейчас посмотрим откуда вот корешок смотрите какой мощный хороший в эту сторону этот чуть начал подгнивать сейчас я переберу и посмотрю какой убрать какой не убрать видео получится длинное но очень интересное если кому не интересно переключайтесь на другой канал аккуратно нужно вот эти которые кора прилипла к растению снимать вот этот горшочек который держал торф он конечно для маленьких растений которые из фласки они по-другому бы не прижились так как у нас взрослое растение оно уже в коре растет нужно убирать этот стаканчик чтобы не было ненужных ситуаций сейчас какие корешочки еще убрать все вроде бы эти которые сами снимается веламин я снимаю просто шейку по возможности как можно лучше зачистить нужно лишнее пообрезать чтобы она дышала я хотела снять вообще другое видео а так как с ней произошла такая ситуация ухудшение состояния здоровья пришлось к такому видео прийти видите сколько на ней ненужности это значит что меня бомбит я перелетела я почти залетела тихо 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 сейчас самое интересное я я ее посажу обратно в кору так как корней у нее достаточно но посажу я ее выше чем она сидела шейка будет на высоте стволик сильно влажный вот это от корешочка остаток надо его срезать не нужно это был цветонос вокруг него тоже нужно поубирать вот эти чешуйки так как у нее пошла ноль ее нужно очень хорошо поубирать как мне ее жалко как она красивая была и до чего она дошла за две недели я была у подруги у нее все было в порядке с этой орхидейкой только начала цветать цветонос я хотела вам снять видео что нужно делать с цветоносом если орхидейка отцвела обрезать его до какого уровня обрезать если нужно чем обработать цветонос и вдруг такое случилось цветонос начал сразу засыхать и орхидейка начала резко сбрасывать листочки орхидейки на корневая система точно выживет она может дать детку верхняя часть будем надеяться все больше ее мучить не буду вот в таком состоянии и обратно посажу горшочек видите какая корневая в этот же горшочек в каком она была в этот же горшочек я ее аккуратненько вставлю после того как я вставила орхидейку горшочек и начинаю заполнять корой все пустоты кору я взяла тоже самую так как она хорошем состоянии посмотрите она в труху не превратилась кусочки ровненькие хорошие и орхидейки неизвестно выживет не выживет если пойдут хорошие результаты я ее конечно пересажу другую кору а для начала посажу в эту же кору так как корневая у нее в этой коре очень хорошо росла из-за этого торфяного стаканчика как говорят медленная бомба бомба медленного действия это произошло он наконец-то я заполнила весь стаканчик грунтом для орхидеи и теперь показываю что я делаю дальше с этой орхидеи если ее так оставить она будет тихонечко пропадать себе дальше нужно обязательно экстренно ее спасать после того как я заполнила корой все корни пустоты не все конечно вот пустота я не смогла туда заполнить ну пусть пока порастет я поливать ее не буду корни мы все видели они очень зеленые очень и поливать ее не нужно что я буду делать пока не убираю на столе я вам покажу что я буду делать я беру фундазол видите его пересыпала в такую баночку лицала фундазол от гнили беру водички водички беру очень мало видите сколько открываю фундазол беру одноразовую ложечку и смешиваю с фундазолом маловато я беру насыщенный делаю раствор так как мне надо хорошо ее намазать густая сметана вот это вот то что надо и сейчас вот после того как я вымешала это все надо взять кисточку кисточку я у себя не нашла я возьму палочку для ушей и палочкой обработаю орхидейку беру этот фундазол и густой раствор вот так намазываю весь стволик вы не бойтесь повредить ничего вы не повредите но намазать это нужно ближе подвину покажу как я мажу кисточкой было бы легче немного ну высохнет с этой стороны нужно намазать густым растворчиком все мокнущие части нужно хорошо обработать и с другой стороны по-другому эту орхидейку не спасти можно было попробовать обрезать верхушку и укоренить поставить что нарастили новые корни я здесь очень сильно сомневаюсь так как стволик тоже мокнущий начал быть и вот сюда вниз я же намажу фундазолом так хорошо густым раствором после того как я обработала орхидейку фундазолом я беру вот это крепление которое был торфяной стаканчик и укреплю орхидейку орхидею чтобы она не упала теперь возьму эту дырочку вставлю тебе знала какой какая-то орхидея и беру абсолютно сухой торф не торф мох и обкладываю верхний слой коры мочить я не буду опрыскивать не буду просто верхний слой коры я обложу мхом поливать буду в поддон так как корней у нее достаточно и таком состоянии она будет стоять у меня под лампами на окно ставить не буду так как солнце у нас очень сильно печет ей это повредит она у меня будет стоять под лампой какие будут с ней происходить изменения буду все показывать рассказывать снимать видео чтоб все были в курсе получится у меня спасти эту орхидею или не получится я думаю что получится а после того как она начнет пускать новые листочки с центра роста видите здесь нет листочек она покажет признак жизни после какие-то новые корешочки с этих мест повыше я ее пересажу в другую кору а пока пусть растет в своей коре собственной вот такая орхидейка у нас сегодня лечилась спасибо всем за внимание оставайтесь вместе со мной ждите новых видео до свидания